Из всех мехов, которые у меня были, этот мех у меня самый любимый, поэтому я очень советую, если вы хотите себе какой-то мех и не знаете, какой же именно взять, возьмите один раз в жизни, потратьтесь на спанер, и больше вам никогда в жизни ничего не пригодится. Всем доброго времени суток, сегодня я хочу поговорить с вами о мехе спанер, да, тот самый мех, который еще 3 месяца назад выпустил москит, все эти 3 месяца данный мех почти ежедневно использовался, если уж не мной, то другими людьми, и за все эти 3 месяца ежедневного использования мех ни разу не чистился, не полировался, ничего с ним такого не делали, просто использовали и все. Ребята у меня просили протестировать, что же будет с мехом москита за столько времени, ну, получите, давайте посмотрим, что же с ним стало. Итак, начнем, как всегда, с коробочки. Приходит мех вот в таком дубусе, здесь у нас написано спанер, при этом значок логотип москита, ссылка на его канал, ссылка на вейп механик, все-таки ребята сделали его совместно, по чертерам москита в Russian Mechanic сделали этот мех. Сам значок логотип механик, и в принципе, кроме манипуляционных знаков, больше ничего тут интересного нет, да и больше ничего и не нужно. Опа, достаем, вот такие вот дела. И вот наш замечательный спанер. Как вы видите, за 3 месяца использования у меня немножечко откололась краска в различных местах на гравировке. Вроде бы все симпатично и круто, но вот тут чуть-чуть откололась, тут чуть-чуть откололась на шестеренке, здесь, 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 а в целом нормально, тут еще тоже откололась. И в принципе, в глаза это все дело не бросается, и так все очень симпатично. Все остальное покрытие, вот эта вот черная краска, переживала у меня все на свете. И падение об асфальт, и ключи, и просто вот даже штангенциркуль, которым я специально его текаря была. Но максимум, что я вижу, это изредка такие маленькие места, которые чуть-чуть более глянцевые. Вот он, вот здесь, да. Вот тут я проехался, он у меня по асфальту. Все, все, боже, больше ничего нет, никакого ни скола, ничего такого, кнопка вся целая. У меня есть один знакомый, у которого на кнопке с холл, но тот действительно очень жестко поступил со своим мехом. А здесь, видите, даже по внутренней части ничего нет, все целенькое. За три месяца почти постоянного использования, все чисто, классно и здорово. Сверху написано вейп механик, и имеется подъем площадки. Лизьбы в хорошем состоянии, но немножечко испачкались чем-то вот непонятным, таким темным. Это точно не патинирование, это вот я чем-то, видимо, случайно испачкала их. Но я уже повторюсь, я за все три месяца ни разу его не чистила вообще. На кнопке видно кучу-чуть царапин, вот прям как будто, я не знаю, как будто бы это я им пыталась что-то полировать. Но при этом сама гравировка Moskit Vapespanner абсолютно целая, чистая, все с ней прекрасно, и никаких косяков больше нет. Вес без аккумулятора 153 грамма, с аккумулятором 199. В полном комплекте, мех, аккум и заправленная дрипка, то есть так как мы всегда с вами ходим, у нас получается 240 грамм. Вот, пожалуйста, тот самый вес, который будет у нас в руке, 240 грамм. По-моему, это ни о чем. Клон комп лайфа без ничего вообще весит уже 240 грамм. О, господи, какой кошмар. Ой, у меня аккумулятор к нему примагнитился, и это плохо. О, божечки. Ничего себе, я с таким вообще никогда ходить не буду. Для сравнения, медный клон с Абзиро Легендари сам по себе без ничего, без аккумулятора и без дрипки весит 207 грамм. А я его любила. Я раньше с ним всегда ходила. Там что, аккумулятор есть? Нет, он просто сам по себе такой тяжелый. Жесть какой. После спанера все мехи берешь в руку, и кажется, что там всегда есть аккумулятор. Реально, это прям вот по собственному опыту, говорю, сколько ни беру какие-либо мехи в руки, всегда кажется, что в них уже есть аккумулятор. Так я раскручиваю, а там нет никакого аккумулятора, просто я привыкла, что спанер очень легкий и удобный. Высота меха 87,7 миллиметров, а толщина 24. Теперь давайте о самом главном. О сердце меха, о его кнопке. Кстати, тут видно, что немножечко запатинировалась вот эта вот часть, потому что если сравнивать с самой верхней полосой, то она как бы более светло-желтенькая, а здесь чуть-чуть потемнее. Но, черт возьми, за три месяца использования все в прекрасном состоянии. И вот состояние проставки за все эти три месяца нечистки. По-моему, это самое минимальное количество грязи, мусора и черных точек, которые вообще могли быть на проставке за всю историю мехмодов вообще. По крайней мере, из моего опыта так это точно так. У меня вообще раньше как было, использовала мех, уже вечером желательно почистить. А тут вот три месяца и вот, ни разу не чистила. У меня, кстати, номер 0025. Вот вам поближе показываю разницу в цвете. Она почти незаметная, но все-таки здесь первая самая резьба немножечко посветлее. Тут чуть-чуть потемнее. Глазу даже особо незаметно. Итак, давайте-ка ее разберем и взглянем поподробнее. Раскручивается она очень легко. Резьбы достаточно крупные, поэтому раскручивается легко, да, и очень удобно. Вот и все детали. Деталей мало, детали крупные, поэтому потерять их очень-очень сложно. Значит, у нас есть сам толкательный элемент. В нем есть отверстие для вывода газа. Здесь мы видим логотип Moskit Vape Spanner. За три месяца он поцарапался. Видите, сколько маленьких-мальких царапинок. Но при этом сам логотип вообще нигде не слез. Его видно очень четко. Все буквы разборчивые. Все четенько, все хорошо. И это большой показатель, что за три месяца нигде ничего не отколупилось. Все прям красиво и четко. Серебро все равно на месте, нигде не слезло. На данной части практически нет черных точек. Опять же, повторюсь, за три месяца это очень большой и классный показатель. Здесь практически чисто. Я ни разу не чистила. Дальше идем к проставочке. С верхней части у меня уже серебро заполировалось от постоянного трения и соприкосновения с аккумулятором. А вот во внутренней части, да, есть совсем немножечко черных точек. Их также можно очень легко снять ластиком. Но, повторюсь, я этого не делала за все три месяца. В принципе, у меня кнопка разбиралась всего два раза для того, чтобы людям показать ее конструктив. То есть, меня спрашивали, давай-ка разберем, посмотрим. Я такая, да, вот, конечно, смотрите. Данная часть немножечко запатинировалась, но тоже не имеет никаких ни сколов, ни скосов. Все хорошо, все чистенько. Резьбы чистенькие. И все работает как надо. Здесь же мы видим очень крупные, хорошие резьбы. Нигде ничего не съелось. Скручивается все хорошо. Не заживовывается, не зажимается. Ну, видно, что вся вот эта вот часть немножко запатинировалась. А вот здесь, в самом низу, как будто еще не ступала нога человека. Здесь прямо вот посветлее. Я не знаю, почему именно так. Ну, видимо, именно потому, что туда даже пальцами-то особо не прикоснешься. А здесь, да, здесь немножечко все потемнее. Хотя, я повторюсь, разбирала кнопку всего два раза. У меня укатилось колечко. Внутренняя часть немножечко совсем испачкалась. Я вижу все эти темные места. Но, опять же, повторюсь, за три месяца это просто прекрасное состояние. Я бы даже сказала, что она чистая. Никаких сильно выраженных каких-то темных пятен нет. Есть легкое патинирование в некоторых местах. Но, в целом, все замечательно и прекрасно. И собирается это все совершенно элементарно. Берет толкательный элемент. Пружинку. Куда ж без пружинки? Расставочку. И закручиваем все это дело. У меня такие маленькие слабые ручки, что я даже не могу надавить на маленькую пружинку. Вот, вот и все. Больше никаких ни сложностей, ни вопросов. Все прям нормально. Made in Russia MB 0025. Да, вот такой вот у меня номер. Все, готово. Кнопка элементарная. Контакт постоянный. Я не знаю даже, к чему придраться. Может быть, можно было сделать и меньше деталей. Но на тот момент, когда выходил этот мех, это была, по-моему, вообще самая лучшая кнопка из всех, что только можно было придумать. Все элементы контактной группы сделаны из меди и покрыты серебром толщиной 20 микрон. За все три месяца у меня нигде не слезло это покрытие. Все прекрасно, все замечательно и работает отлично. Из-за того, что у нас серебро было покрыто методом гальваника, раньше были проблемы, когда у некоторых ребят на кнопке было где-то местами покрытие чуть толще, чем 20 микрон, не тоньше, но толще. Такое иногда бывалось. И из-за этого кнопка немножечко заедала первые несколько использований, первые несколько часов или там вот до первого протирания, до первой полировки. У меня такой проблем не было, у меня с самого первого дня вообще все прекрасно с кнопкой, она работает замечательно, ход замечательный, ничего нигде не закусывается, нигде не застревает. Я с такой проблемой не столкнулась, мне повезло. Аккумулятор в мех можно вставлять вообще любой стороной, хоть боком, если умудритесь, но, однако, лучше всего вставлять его плюсом вниз, потому что у нас именно здесь отверстие для вывода газа. А как нам известно, чаще всего, если с акумом что-то и происходит, то дымиться он начинает именно через плюс. Не всегда, но чаще всего. Что еще хочется добавить, у этого меха есть небольшая левитация дрипки, кого-то она раздражает, кого-то наоборот, но я вообще до сих пор не поняла, хорошо это или плохо, потому что с одной стороны, за счет этой левитации у нас меньше идет тепла на металл, но с другой стороны, именно из-за этой левитации тепло спины идет сразу же на аккумулятор. И что-то мне подсказывает, что это не очень хорошо. Но я до сих пор не уверена, хорошо это или плохо. Мне очень интересно, на самом деле, что вы по этому поводу думаете, потому что я до сих пор не разобралась, и если у вас есть какие-то мысли, идеи или рассуждения, или четкие знания, пожалуйста, поделитесь со мной ими в комментариях под этим обзором. В целом могу сказать, что этот мех просто замечательный, он маленький, он очень удобно лежит в руке, он легкий, после него вообще любой мех кажется какой-то громадиной тяжелой, в которой всегда уже есть аккумулятор какой-то. Серьезно, берешь любой другой мех, и кажется, какой-то в нем уже есть аккумулятор, достаешь такой, а там нет ничего. А просто ты уже привык к чему-то такому легкому и простенькому, как спанер. Не знаю, кому как, но мне очень нравится эта гравировка. Кому-то не нравится то, что какого черта, типа, надо еще более минимализм и убрать ее совсем, может быть, но мне очень нравится. Вот этот вот ключ, все эти шестиленочки, это круто, это для меня, это прям очень симпатично. Особенно вот я люблю всякий там стимпанк, к тому же это отсылка к самому стимпанку, стим это пар. В общем, такая игра слов получается, спанер переводится как как раз-таки гаечный ключ, и при этом созвучится спиннер. И вышло примерно, и сам мех вышел примерно тогда, как раз, когда очень модны были спиннеры. Поэтому это все игра слов, это все очень круто и прикольно придумано, и по мне так очень симпатичная гравировка. Покрытие у меха замечательно, и выжило просто все испытания ключами, которые были у меня, и даже испытания женской сумочкой, в которой просто все на свете, вплоть до кусков арбуза. Уж мужчины точно знают, что такое женская сумочка, в ней реально все на свете. А уж моя сумочка, в которой еще отвертки, паяльник и так далее, это уж тем более очень страшная вещь. В Аперлабе, судя по посту в их группе, еще с 13 октября есть спанеры по 3,5 тысячи, и это очень и очень круто. Я не знаю, на момент выхода этого ролика остались ли у них вообще эти спанеры, или за ними прибежали как за горячими пирожками и всех разобрали. Но если вам еще не интересно, то либо съездите, узнаете, либо напишите им и спросите. Потому что за такую цену, такой мех, это прям прекрасно. Потому что обычно он стоит где-то что-то около пяти. Точно сейчас не скажу. Я все ссылки еще оставлю у себя в описании под этим видео. Я сделаю опрос в углу, как вы относитесь к данному меху, потому что мне реально очень интересно. Все-таки его сделал мой друг, да, и как бы интересно, что вы по этому поводу вообще считаете. Как вам этот мех, или слишком дорого, или может быть, не знаю, может есть какие-то косяки. Ну и пишите в комментариях, что бы вы изменили, как вы вообще к этому относитесь. И да, по поводу левитации, мне правда очень интересно, что вы по этому поводу думаете. У меня сейчас намотка 0,13. Это довольно высоко для меха. Я обычно даже ставлю поменьше. Максимум 0,12. А тут хоп и 0,13. Для меня это уже ближе к баку. Вот. Но все равно он ее тянет, все хорошо. Кум справляется, мех справляется, все замечательно. И наваливает достаточно. Видите, я прям ежик, и я в тумане. Собственно, на этом у меня все. Дальше делайте выводы сами. Вам большое спасибо за то, что уделили мне время и посмотрели этот обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на сам канал, подписывайтесь на мой магазинчик, на второй канал. В общем, если вам интересно быть в курсе моих новостей, то будьте в курсе моих новостей. Что ж, не болейте, одевайтесь потеплее. Погода сейчас не очень. Всем любви и навалы. И пока-пока. Покрытие у меха замечательное. Она выжила просто все мои извращения над ней. Извращение над ней звучит так, как будто бы я кое-что странное делала с этим мехом. Поэтому нет, я так не буду говорить. Не буду так говорить. Судя по посту в группе Ваперлабе... Судя по посту ВКонтакте в группе у Ваперлаба... Ваперлаб... Внутри тубуса вот таким вот образом спрятан сам мех. Среди какого-то жесткого поролона. Паларона. 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 Паларона – это рыба такая. Тьфу, рыба, птица. Господи, да что такое? Ребята, если у вас температура 37,1 и вы не несете бред, вы странные. Все элементы... Все элементы... Все элементы... Сложные. Элементы... Элементы контактной группы. Элементы катака. Элементы катака. Элементы катака. При том, что оно покрывалось способом гальваники, здесь не всегда удавалось сделать равномерное покрытие. В чем за слово здесь? Я не знаю. Потому что я его так сказала. Из-за того, что у нас использовался способ гальваника, использовался способ гальваника, из-за того, что покрывалось гальваническим способом, господи, будь зимой, и покрытый серебром толщиной 20 микром. 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 Микромы. Микромы. Вся кнопка в микробах. Господи. Права была Малышева. Выпинка, это вредно. За все это время у меня нигде никакая вообще кусочка. Никакая кусочка. Понятно? Никакая кусочка. У этого меха есть небольшая... Божечки. У меня зачесала щека. Надо чесать щеку. М-м-м.